Владивосток на целый месяц стал центром упорных хоккейных схваток, на которые стягивались любители этого вида спорта со всего города и не только. И нет, это не какой-то профессиональный чемпионат и не игры местного адмирала. На самых обычных хоккейных коробках Владивостока сражались любители, которые показывали свои силы в уже седьмом турнире на Кубок главы города. Семь лет назад, когда в собственности у города Владивостока стали выявляться первые хоккейные коробки, глава поставил нам задачу. Хоккейные коробки должны быть наполнены детьми, родителями, бабушками, дедушками. Там должна кипеть жизнь. И мне кажется, что все мы с вами точно видим, что у нас это получилось. Правда? Да! Еще на старте турнира в борьбу ринулись 16 команд. Идеальное количество для деления на 4 равные группы. Среди участников были как новички, так и уже практически ветераны дворовых соревнований. В полуфинал прошла лучшая четверка. Это команды «Беркут», «Тандра», «Старт» и «Босфор». Путевку на решающую игру без особых усилий получили «Беркут» и «Старт». Финальный матч этих коллективов собрал почти сотню болельщиков, которые поддерживали своих не хуже, чем фан-зоны на профессиональных играх. Мы приехали за Шкотова, да. У нас знакомые Жучков, потом Хасан, а кто еще? Васильев. Как вы думаете, какие шансы на победу вашей команды? Я думаю, что победят. Ну, я надеюсь, что старт победит. Финальная борьба оказалась принципиальной. Кубок мог либо уехать домой к шкотовскому старту, либо остаться во Владивостоке с местным «Беркутом». В итоге больше удалось забить приморцам. На четыре шайбы иногородние смогли ответить только одной. Опытные «Беркуты» забрали кубок во второй раз за всю историю турнира. Вы знаете, мы уже, наверное, раз четвертый принимаем. Один раз становились мы уже чемпионами. Это был самый первый турнир проводимый. Вот мы там выиграли. Потом как-то вот не удавалось. Мы в этом году подошли серьезно. Селекцию такой игроков провели хорошую. Подобрали оптимальный состав. Ну и вот решили выступить. Видите, получилось удачно. Команда «Беркут» получила заслуженный кубок главы города Игоря Пушкарева и денежный сертификат. Уступивший старт также не остался без призов. Как отметили организаторы, сбавлять обороты турнира никто не собирается. Все ожидают, что со временем количество участников будет только расти. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...